Всем привет! Сегодня у нас новое видео по АТС. Да, очень редко АТС появляется на канале, особенно какие-то рейсы. Но сегодня у нас есть целых два повода. У нас версия 1.47, новый Volvo VNL. Обзор есть на канале. И я наконец-то по вашим многочисленным просьбам скачал Project Reforma. Это у нас добавление Мексики в АТС. Просто посмотрите на вот эти места, насколько здесь много всего, насколько здесь много извилистых всяких интересных дорог. Тут просто все очень-очень интересно. Вот есть даже какие-то точки обзора, судя по всему. У нас есть вот эта Южная Калифорния. Ну а сейчас мы находимся на самом юге США. И мы поедем сейчас в город... Ну тут непонятно, на самом деле, в этот вот, скорее всего, город. Короче, в Мексику мы едем. Как вы видите, здесь очень интересные извилистые дороги. Небольшой такой рейс, но пробный. Пройдем границу, посмотрим, как тут все сделано. Если вам зайдет это видео, то обязательно, обязательно мы запишем еще несколько видео. Просто посмотрите на вот это количество интересных дорог вот здесь. Ну это просто... Ну вот я не знаю, как это описать. Надо обязательно записать видео. Я думаю, что будет вам интересно. Здесь у нас Техас. Вот это у нас все новые места. Интересно посмотреть, как здесь сделано Мексико. Ну прям очень классно. Очень классно, поэтому я надеюсь, что вам видео все-таки зайдут. И я все-таки запишу. Видео у нас Вольво Виенелл. Подсобрал вот такую интересную Вольво в обзоре, короче, не заметил, как обычно, некоторые моменты. У нас добавили скин Вольво Виенелл, 25 лет. Вот так вот классно выглядит. Цвет очень классный. Я люблю синий цвет. И вот здесь такой вот темно-синий с зеленым таким отливом сейчас, как будто, или бирюзовым. Ну прям очень классно. Подсобрал я вот такую вот Вольво. Еще в обзоре не заметил, что сидушки у нас все-таки меняются. Но они такие, довольно какие-то странные. Вот это, наверное, одна из самых адекватных. Темных, светлые, как-то плохо смотрится. Есть даже телек у нас. В общем, подсобрал немного такой вот приятный грузовичок. По моему мнению. Так, ну можно габариты чисто включить. Сел поудобнее и, в принципе... Так, покидаем эту замечательную базу. Есть, кстати, интересная фишка на этой Вольве. Кроме вот этих поворотников на зеркалах, которые можно поставить. Еще есть датчик мертвой зоны. Если... Так, а почему нам зачитался прорез на красный свет? Если направо, может. Непонятно. Ну ладно. Короче, вот этот датчик загорается, если кто-то есть в мертвой зоне. Вот, поставил в этот раз я уже двигатель Вольвовский DC13 Turbo Compound. Тоже в обзоре я не обратил как-то внимания, что у нас добавили двигатель Turbo Compound. И по, собственно, мощности в ньютонах на метр, этот двигатель, он хоть и на 450 лошадиных сил, по факту, он на 2500 ньютонов на метр, там почти 2600. Это равносильно, там, Cummins, вот этим двигателем Cummins, там, на 500, на 600 даже лошадиных сил. То есть он прям очень даже мощный, коробка здесь тоже i-shift, вольвовская. Я не помню, на 12, по-моему, передач. Ну и я хочу сказать, что несмотря на то, что 17 тонн везем, грузовик разгоняется очень хорошо. То есть прям он едет очень бодро и как бы да. Так, можно, в принципе, поговорить по поводу данной Вольвы немного. Многие, конечно, рады, что вышел данный грузовик. Я тоже очень рад, он мне лично и визуально очень нравится, как выглядит. Реально очень классно нарисован. Идус по салону приятный. Ну и в целом грузовик довольно-таки привычный для нас, европейцам, скажем так. Как-то вот, не знаю, он внутри сделан очень прикольно, очень уютно. Вот, что касаемо качества модели, внешне сделано очень классно. Ну вот по салону, да, по салону местами есть такое непонятное чувство, как будто, как-то по качеству немного не дотягивает. Особенно до нового мана, который вышел в GTS только что, буквально. Кто не смотрел обзор, тоже можете посмотреть. Там вопросов к качеству вообще нет. То есть там все сделано просто идеально. Но там по тюнингу есть вопросы, потому что тюнинга там практически нет. Здесь же тюнинг есть. Тюнинг очень интересный. Посмотрите, какой красивый городок слева. Это у нас все уже модовые места, кстати. Если что, это у нас не дефолт. Так вот, что у нас еще? Да, по качеству салона есть, короче, вопросы. Кто что пишет в комментариях, да, можете и здесь еще написать ваше мнение по поводу данного грузовика. Не знаю, я в целом доволен. Классно, что он наконец-то все-таки вышел, появился в АТС. Это очень классно. В любом случае, новые грузовики, новый контент. Посмотрите, какая здесь долина. Это у нас какой-то, типа, карьер. Огромный просто. Офигеть. Я такого еще не видел, если честно, нигде. Ну, просто посмотрите. Это мы еще не заехали в Мексику. Тут уже такие места, что я просто немного в шоке. Реально, спасибо большое, что рекомендуете в комментариях новые карты. Реально большое спасибо. Ну, вот не всегда доходят руки, на самом деле, все, что вы... Вот у нас, кстати, сработал вот этот вот датчик морковой зоны. Я хоть и видел данный, ну, вот эту легковушку, но все равно сработал. Очень классно. Очень классно. И в плане безопасности, особенно в АТСе, это актуально, потому что грузовики большие. Легко можно в мертвой зоне потерять. Не то, что легковушку, ну, не то, что легковушку, да, можно потерять даже грузовичок небольшой. Причем очень даже легко. Стрелочки вот эти, кстати, проделаны. Сделаны немного другими. Так, у нас должна быть где-то граница, я так понимаю. Ну, здесь уже чувствуется вот эта южная вся атмосфера мексиканская уже даже сейчас, потому что зелени почти нет. То есть, все такое уже выцвевшее. Так, нужно пройти процедуру взвешивания. А где ее пройти? А, туда налево надо будет повернуть. Давайте внешне немного посмотрим. Очень классный цвет. В этот раз собрался с минимумом хрома всякого. В основном такой пластик, но немного хрома, но так, в рамках разумного. И, как мне кажется, получился очень-очень даже симпатичный грузовик. Так, а я так понимаю, что мы все-таки весовой контроль успешно пропускаем, да? Ну да. Как-то вот непонятно было сделано, если честно. Вообще, если не знаешь, что надо было там повернуть. Я думал, здесь надо будет повернуть, а здесь уже нельзя. Ну ладно, в любом случае, какая-то арка интересная. Доглас. Так, здесь нам направо будет. Конечно, отвык я вообще от АТСа к этим длинным грузовикам, конечно, надо привыкать. Потому что в ЕТСе все как бы легко. А здесь надо смотреть за габаритами. И немного привыкать. Так, а сейчас у нас, собственно, граница США-Мексика. ФПС немного так просел, по-моему. Движение с прицепом запрещено. А в смысле? Так, а как я должен был заехать? Что-то я вот не понял. Вот сейчас я, наверное, туплю капитально. Детально напишите в комментариях, что я не так делаю. Шариф стоит, в принципе, ничего не говорит такого, да. Посмотрите, как здесь классно все сделано. Я немного в шоке сейчас нахожусь. Насколько детализировано, насколько классно. Ну, да. Но мы с легковушками тут оказались просто. Возможно, нам надо было слева проходить. Но тоже непонятно, на самом деле. Хотя, не, вот. А, мы левее должны были держаться, да. Судя по всему, судя по всему, левее мы должны были держаться. Но уже сейчас, только если конусы эти убрать, мы, получается, да, никуда поехали. И сейчас нам надо будет стоять, ждать, пока тут эти все легковушки проедут. Ну, это реально долго. Так, решил я все-таки сделать ход конем. Немного там один конус пододвинул, но зато вернулся в свою полосу, как должен был ехать. Потому что мы бы с этими легковушками стояли очень долго. Так, сейчас, я не знаю, еще один. Вам не нужно заезжать на станцию взвешенными. Отлично, отлично, что не нужно. Такие тут лежачие, довольно жесткие. Как все тут необычно, я просто немного даже потерялся. Как-то вывеска такая низкая, опасная. Так, здесь нам надо поворачивать налево. Разметки нету. Знак стоп, я так понимаю, да. Это ж вроде стоп. Ватиканский. Такие узкие улочки, без разметки. Ну, прям атмосферно, атмосферно. Батарян, машина припаркована. Так, здесь нам направо. Как бы нам еще повернуть. Я же местами дожидаю, что-то перестал что-то рассказывать. Потому что, вообще, тут все так непривычно. Это просто капец. Я нахожусь немного в шоке, насколько тут все сделано классно. Так, а где тут останавливаться? Надо вот здесь. Ага. Ну да, вот здесь надо было. Так, это максимально как-то не по плану. Все идет в этом видео. Ну, как бы ладно, я не буду ничего прорезать. Потому что, будь как будет, да. Будь как будет. В принципе, что тут, в принципе, да. Впервые в Мексику заехал. Все необычное, все непривычно. Я и в АТС езжу очень мало. То есть, я прям реально очень редко захожу. Так, ну, я надеюсь, что в Мексике можно... Да, ну, если нас не оштрафовали, значит, можно направо поворачивать. Это замечательно. Так, покидаем мы вот этот вот приграничный городок. Здесь у нас идет строительство дороги, я так понимаю. Видимо, 100 даже. Вот, кто едет в обратном направлении, едет по мосту. А мы едем возле моста. Только зачем тут этот мост, да? Через что? А, он получается через эти. А, ну вот, человек пролетел, даже и не останавливался. Вот там поезд едет. Короче, непонятно. Тут немного какой-то хаос творится, как у меня, я не знаю. В октябре какая-то немного. Например, здесь у нас, как бы, двойная сплошная, но это две полосы в одну сторону тоже. Максимально все, как бы, необычно, непривычно, непонятно. Но мне нравится. Реально что-то новое. Так, а что не так? Типа я включил поворотник. А, ну да, в принципе, да, это датчик мертвая зона. Вот так вот работает прикольно. Но это классно. Это классно, вот аренды не въедешь ни в кого. Так, газуем. Ну, не знаю, на самом деле, кто бы что ни говорил, мне это Вольфа нравится. И вот я так, скорее всего, думаю, что в ближайшее время в АТСе я именно на этой Вольфе буду ездить, как-то мне нравится. Ну, вот аренды. Очень даже такой приятный грузовик. Я не знаю, сколько уже видео идет. Мы проехали 50 миль буквально. Ну, сейчас, конечно, мы уже разгонимся и... Так, 50. Ограничения сейчас поезд поставим. Ну, 51. Отлично. Так и будем ехать. Хотя сейчас повороты начинаются. У нас такой знак интересный. Начинаются повороты, то мы, наверное, не будем уже так быстро ехать, но посмотрим. Ну, хотя 51 для Америки это вообще не быстро. У них принято ездить гораздо быстрее. Ну, да, такие повороты, я хочу сказать, опасные. Сама дорога сама по себе довольно-таки узкая. Обычно в АТСе дороги пошире, конечно. Но это Мексика, здесь все-таки все по-другому. И такое ощущение, как будто трафик едет быстрее. Чем положено. То есть, он прям пролетает. Ну, ладно. Может, мне это кажется. Ну, да, у нас сейчас будут такие вот серпантины. В принципе, мы тут сильно такие не разгонимся. Сегодня в этом видео еще такие серпантины довольно-таки посредственные. Хотя вот там вот дальше, если покажите смотреть, там пожёстче. Если вам понравится этот формат, если вам понравится эта карта, то я только за, чтобы прокатиться еще одно видео, а может даже еще и несколько видео по вот этим вот местам. Потому что здесь можно очень много кататься. Реально очень много всего интересного. Если оно все сделано так же качественно, как сейчас мы едем, то, ну, не знаю. Это чуть ли не лучшая карта модовая для АТС. Тогда получается. Потому что, да, промоцион классный. Так, надо промошее тут идти лежащие полицейские. Телега стоит. Промоцион классный. Он качественный. Вопросов нет. Но там реально мало мест. Мало. Как-то развивается он вяло. А здесь у нас сразу столько территории. Я не знаю, сколько здесь километров дорог. Потому что просто на карту смотришь и немного, как бы, удивляешься, насколько много всего добавлено. Ну, вот реально. В основном нету никаких ни светофоров, ничего возле приезда в чисто знак стоп, да и все. И смотрите сами. Есть поезд, нету поезда. Вашу бы проблему. Так, еще один лежачий. Не знаю, сколько мы их проехали через... В этом населенном пункте. Ну, много. Так, сейчас можно еще немного разогнаться, пока у нас дорога более-менее прямая. Я же даже как-то перестал рассказывать про эту Вольву. Как-то увлекся этой картой. Вот редко такое происходит сейчас. Вот сейчас уже особо ничем никому не удивишь. В АТС, ВИТС уже все все видели. Так, я надеюсь, что поезды нет. Уже ничем особо не удивишь, а тут прям классно. И хоть мне не сильно таки нравится вот эта южная тема, когда мало тормые, когда восстановишься такое желтое, выцвевшее. Но здесь это выглядит как-то классно. Ну, сейчас едем через скалу какую-то дорогу бы иду. Вообще классно. Вообще вопросов нет. В Вольве у меня тоже на самом деле. Ну, я говорил, да, есть немного вопросов к салону, могли бы по качеству нее сделать. Вот. Но в целом очень приятный грузовик, и я, скорее всего, на ней и буду пока что кататься. Как я уже говорил. Конечно, тоже такой перекресток непонятный. У нас как бы... А, нет. У него вообще главный знак был. Почему он мне выступал? Ну, ладно. В принципе, трафик может выступать даже когда на главный. Обгон запрещен. Ну, тут как бы и да, как бы и не обгонишь нигде. Ну, тянет Вольва классно. Вопросов нет. 450 лошадей, казалось бы, это очень мало, но турбокомпал он делает свое дело. Реально хватает мощности. Хотя 17 тонн, это как бы не очень-то и дыхки груз, я хочу сказать. Интересно, там, если 20-25 загрузить с двумя прицепами ехать. Интересно, как тогда вы будете чувствовать это Вольва. Я думаю, что в следующих видео мы что-то такое сделаем. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео. Очень надеюсь, мне бы хотелось на самом деле прокатиться. Конечно, я понимаю, что видео по ETS в целом заходят намного хуже, чем видео по ETS. Это логично. Тут ничего не сделаешь. Мне самому ETS нравится больше. Игра я в ETS в разы больше, чем VTS. В ETS я вообще заходил, чтобы вы понимали, вот до выхода этой Вольвы, в последний раз я заходил. Это я записывал видео по промоцию, по-моему. Это 1.46 еще была версия. А у нас уже 1.47 давно вышло. И я вот с того момента... А нет, заходил, заходил все-таки, да, ошибся. Ну, тоже это было... Да, на 1.47 тогда только вышло. Но это такое, особо даже не покатался. Поэтому, да. ETS. Вроде классно, вроде все красиво. Ну, как-то... Хрен не знаю. Так, у нас максимально уже какие-то опасные дороги начались. Тоже никакого ограждения нету, хотя спуск бешеный, на самом деле. Гора такая слева, огромная. Ну, на самом деле, я не думал, что Мексика настолько гористая страна, мне казалось, как-то больше сравнить. А здесь прямо-таки вообще серпентины еще поинтереснее, чем в Америке, самом США. Как бы, мне кажется, нету особо такого. Ну, есть, но не столько много. А здесь прям... Не знаю. Судя по карте, это почти по всей вот этой местности, которая добавлена. Ну, классно. Так, надо, конечно, очень-очень осторожно ехать. Желательно вообще даже на моторном тормозе. Так. Здесь нам налево. Так, получается, мы пересекаем сплошную. Он, конечно, так уступает, очень странно. Ладно, на песок залить. 50 миль осталось. Много, кстати, таких ответвлений, дорог, чисто, видно просто красивые места. То есть, как бы, логически они не сильно нужны. То есть, они не ведут ни к какому населенному пункту даже. Там нельзя взять груз. Ну, вот на этой карте такого много. Напишите, кстати, в комментариях, кто играет на Project Reforma. Интересно будет почитать. И, может, посоветуйте какие-то места, по которым обязательно стоит прокатиться. Напишите в комментариях. Я все-таки буду записывать по-любому еще одно видео. Хотелось бы. Посмотрите, какой аппарат стоит сверху. Класс. Класс. Спуски, спуски. Ну, хорошо, что может и не на подъем. На подъем все это время идти было бы хуже. Но на спуск тоже довольно-таки опасно. Ну, даже не, на спуск опаснее, если так смотреть, опаснее, чем на подъем. Так, а что стоим, что ждем? А чего он стоял? Что-то я не совсем понял. Ну, ладно, допустим. Причем, смотрите, развязки такие необычные, нетипичные вообще. То есть здесь разобраться, кто кому уступает. То ли помеха справа, то ли нет. Ну, вообще. Так, здесь вообще жесткий спуск. Моторный тормоз включаем. Что-то написано. 50 метров. Ну, типа, поворот имеется в виду, скорее всего. Классный моторный тормоз. Вообще класс. В первом положении. И оттормаживает грузовик. Ну, вообще останавливается практически. Это очень-очень классно. Ну, да, вольвовский, кстати, да. По-моему, вольвовский моторный тормоз вообще считается самым лучшим. Так, здесь у нас такая вот заправка. Кстати, заправок мало на пути у нас было. И вот это такая дикая. Вообще. Не знаю. Даже немного стремно было бы заправляться здесь. Так, здесь какие-то такие места вообще интересные. Так, здесь направо. Ё-моё. Ну, здесь я не знаю, сколько процентов, но здесь такой подъем жесткий, что просто жесть. Ну, вольвы тянет. Вольвы тянет. Даже... Ну, не разгоняется, но... Так, будет очень хорошо тянется по 20 миль в час подниматься в такую гору. Ну, это очень классно. Посмотрите, какой масштаб. Я сегодня просто в культурном шоке случился. Реально, ну, очень классно. Почему я эту карту для себя не открыл? Раньше я вообще не знаю. Ну, мы же вот подъезжаем к месту разгрузки. Фронтальный погрузчик нас сейчас довезем. Ну, вот стоят такие погрузчики, как мы везем. Точно такие же, по-моему. Так, здесь нам направо надо бы как-то... Осторожно повернуть. Так, ну, уже давайте не буду доезжать до самого конца. Здесь Денисстану. Вот такой вот классный рейс у нас получился. Я надеюсь, что вам понравилось. Поэтому, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok